Ре! Вис Этерс Ирте! И сегодня невозможно представить нашу главную команду без этого 35-летнего голкипера, который в настоящий момент защищает цвета польского клуба Ягелония из Белостока. Отец футболиста Айгар Штейнберг делится своими воспоминаниями, как все начиналось. Это благодаря, как вам сказать, однокласснику, был общинников такой, Коля, да, и он занимался футболом. Он его привел, и привел один раз, и на год младше, к Чебану. Потом он позанимался, он там защитником, и он как-то это забросил. А потом второе пришествие, но он поздно начал, вот это второе пришествие было в 13,5 лет. Как бы поздно, особенно для вратаря, все уже играли, и он пришел в эту команду, как бы он там третий вратарь был. Первое там в 19 лет, когда он пошел играть, он был там защитником или бегал в поле. Потом он там, это мало длилось, я не буду врать, полгода, три месяца, и потом он не стал футболом заниматься. И потом было вот это второе пришествие, и он вымахал, вот именно он вырос в 13 лет, в 13-14 лет, до 15. Ну, скажем, ну даже в то время он представлял, что это будет его профессия вообще? Ну, играли-то многие. Не знаю, я вам честно скажу, верил. Несмотря на то, что Павел Штейнборг воспитанник Сконто, заявить о себе он сумел в составе Юрмалы, а первый крупный успех к нему пришел в 2009 году, когда он стал чемпионом Латвии в составе Лепайского металлурга. Его европейская эпопея – это клубы Великобритании, ЮАР, Кипра и Польши. Именно в Польше он сделал себе имя. Особняком стоит его поведа с клубом «Арка» в Кубке Польши в 2017 году. О тех временах и любви к сыну болельщиков Гдыни Айгар Штейнборг рассказывает с гордостью. И вышло так, что вот этот финал удачный там, и обыграли Илегию, и потом Илег гранды польского футбола. И потом вот он доиграл все остальные 6 матчей, как я помню, 9 их было до конца. И вот так вот стал первым вратарем. Ну и, наверное, публика его полюбила после вот этого кубка в 2017 году. Он же в этом, в Гдыне даже был признан лучшим спортсменом города Тресити, где входят и Гданьск с опытом, это больше миллиона жителей. И входят все, как сказать, виды спорта. Да, даже спидвей, который в Польше развит, и он опередил всех. И когда мы с ним шли по набережной, по Гдыне, идет, я не знаю, как правильно, к Сонсу, или что. Да, он в одежде, все, у него дети. У них какой-то был праздник этот католический. Там большая семья, тут человек 4-5, и дети двое. И он так врастопыр, и все, идите сюда. Оказывается, его дети, также вратарь один из них занимается, ну, в юношеской Дене. И давайте сфотографируемся. У нас такого в Латвии, да, там, да, когда еще Каленько играл за сборную, и он был третьим вратарем, говорит, мы с Сашей ходим по вокзалу, ну и никто, никому, как бы. Что бы ни происходило со сборной Латвии, по футболу за последний рубеж можно не беспокоиться. Павел Штейнбург именно тот игрок, на которого всегда можно положиться. Об этом же говорит Алла Штейнбург, мама футболиста. Вспоминая школьные времена, она отдает должное учителям своего сына. А еще рассказывает об одном случае в банке. Павлику вообще по жизни очень повезло. Вот с детства ему, вот воспитатель, его всегда все любили. И у Павлика была очень хорошая, классная руководитель. Галина Филипповна, мы до сих пор, если с ней встречаемся, мы просто как будто вот родственные, родственники. Девчонки его любили в классе, и они там ему там и конспекты давали, и все. Ну, как бы, все вот так вот шло. Ну, потому что, ну, вот такой вот с детства он был, и как бы так ему вот помогали все. Мама всегда уверена в сыне. Могу рассказать такой маленький эпизод, да. 15 лет тому назад пришли в банк, ну, брали кредит на ремонт квартиры. И там, значит, в банке большая фотография Вертаковского. Я так посмотрела, ну, так, реклама, я так посмотрела, думаю, ну, мой сын точно будет тоже такой. Родители остаются родителями, но тем не менее. А Паша, это папин сын или мамин? Мамин. Мамин, да? Мамин. А почему? Вот он мне всегда мог прийти, вот что-то рассказать. Как-то вот так, ну, шел на такие откровенные разговоры, и как бы, и советы, и это. Ну, папа как бы по спорту, а так вообще, ну, вот. Но сейчас он маму не расстраивает, он ничего никогда не может мне рассказать. Если вы спросите, что понравилось, все хорошо, мама, все хорошо. Продолжение следует...